Дерзкий характер и мощный удар. Именно таким мы знаем Мурода Хантураева. От его ударов ног, падали многие бойцы и даже бойцы UFC. Когда он идет в атаку, только бог знает что ощущают его соперники. Мурод Хантураев в ММА провел 15 боев, а вот любительские бои у него тысячи. Большинство его бои заканчиваются нокаутом. Откуда у него такие удары? Как он одинаково сильно бьет руками и ногами? Как к такому научиться? Это самые задаваемые вопросы. Сегодня я вам расскажу как и где тренировался Хантураев. Друзья я автор каналов ММА Озбекистан и Бугун Спорт. Вот уже год как взломали мой канал на инстаграме, поэтому я создал новый канал. Там всегда публикую самые крутые и актуальные темы. В комментах оставлю ссылку. Обязательно подпишись на канал. Мурод Хантураев на своей странице инстаграм часто публикует видео с тренировок. Это обычно фитнес-клубы или элитные бойцевские залы, которые не всем по карману. Но давайте не забывать, что спорт для бедных. Мурод Хантураев в детстве не был бедным, но на тренировки он точно не тратил миллионы. Хантураев в одном из интервью сказал, что он любит тренироваться на стадионе своей школы. Это лучшее место для тренировок, говорит Мурат. Я, конечно, могу себе позволить тренироваться в любом спортзале, но мне нравится тренироваться именно здесь. Ну я хожу в дорогие залы, очень престижные залы. Дело не в том, что они дорогие, они хорошие, удобные, там хорошо. Ну здесь, понимаешь, здесь, как говорится, дома вот стены спасают, да. Здесь это мой район, моя школа родная, да, где я учился, какую-то эту школу, значит, я закончил. Атмосфера здесь, в том тебе, как, здесь мне хорошо и комфортно, хоть здесь никакого комфорта нету, ни душа, ни мата, ничего абсолютно, да. Здесь мне хорошо, я здесь готовлюсь. Я просто веду к тому, что у вас такой звездности нет, тогда, ой, я, чтобы опять в школе это тренировался, я должен в зале там тренироваться. Я бы еще сказал, знаешь, это, это, нашей молодежи, да, любому человеку, кто хочет, да, там, тренироваться, там, много вопросов мне задают, как, что, как вы стали, как вы добились, где тренируетесь, что надо пить, как надо стричься, вот такие ненужные вопросы, да. Я в детстве, вот у меня никаких вопросов не было, у меня была цель, мне без разницы было, где тренироваться, как тренироваться, в чем тренироваться, вот. Мурот, конечно, не стал чемпионом, тренируясь на стадионе. Он ходил в разные секции, где он брал себе самые нужные уроки. Например, он ногами научился бит в зале тэквондо. Тэквондо стал его первым спортом. Именно оттуда его знаменитый удар ногами в голову. Хантураев также тренировался по рукопашному бою, кикбоксингу и подзюдо. Мурат в любительском спорте провел очень много боев. Он стал чемпионом мира по рукопашному бою и чемпионом мира по универсальному бою. Мурат физически был очень силен. Он в возрасте 16 лет участвовал на турнире среди взрослых. Там он всех победил досрочно. На бои Мурода приходили очень много людей. Даже когда он выступал в любительских турнирах, почти полный зал сидел и ждал его бои. Когда Муроду исполнился 18 лет, он уже стал драться в более серьезных боях. Рукопашный бой и кикбоксинг научили ему драться в стойке. А вот после изучения дзюдо, он почти стал универсальным бойцом. Эра кикбоксинга уходила на прошлое, а вот недавно появившийся ММА стремительно развивался по всему миру. Как и многие бойцы, Мурод решается проверить себя в ММА. Он проведет несколько подпольных боев, чтобы проверить, на что он способен. Ему надо было легализоваться, поэтому он в 2013 году дебютирует в ММА. Он участвовал в Гранд при тяжеловесов. На этом Гранд приучаствовали 8 тяжеловесов со всего мира. В первом бою Мурод встретился с нынче известным как Молдовский Халк Ион Кутелаба. Он выступает в UFC и очень часто выделяется со странными выходками. Бой закончился очень быстро. Мурод с первых же секунд наносит тяжелейшие удары, от которых Кутелаба будет летать по всему октагону. Рефери останавливает бой и спасает Иона от избиения. Победу одерживает Мурод Хантураев и выходит в полуфинал. А там Мурода ждал грузинский боец Давид Швелидзе. В начале первого раунда Мурод начинает соперника разбивать мощными ударами ног. Давид против быстрого и мощного соперника не сможет ничего предпринять. В последней атаке Мурод неправильно бьет руками и ломает себе большой палец, из-за чего не сможет продолжить бой. Бой остановлен. В финал выходит Давид Швелидзе. Это было первое поражение Хантураева. 40 дней спустя Мурод возвращается на турнир, организованный для президента России Владимира Путина. На турнир Лиги С-70 пришли президенты России и Казахстана. Телеканал Матч Боец транслировал данный турнир в прямом эфире. Соперник Мурода россиянин Евгений Ерохин. Именитый боец хороший ударник, как и Мурад. Наверняка организаторы хотели сделать зрелищный бой двух ударников. Но бой продлился всего одна минута. Мурад нокаутировал Ерохина мощным хай-киком. После этого боя Муроду поступает предложение от UFC. Мурад подписывает контракт и отправляет все бумаги, а копию оставляет себе, которую он хранит до сих пор. Но мечта Мурода не сбудется. Появляется сообщение о том, что Мурад Хантураев арестован сотрудниками службы национальной безопасности. После этого о Муроде не будет никаких новостей целых полтора года. Мечта попасть в UFC был полностью похоронен. Но Мурад продолжил карьеру бойца. Он возвращается в октагон 31 декабря на турнире Alash Pride Selection. Соперник Мурада боец из Германии Йонглс Хилмуточи. Хантураев побеждает соперника болевым приемом. Несмотря на длинную паузу в карьере, он очень хорошо выступил и показал, что он в хорошем форме. Дальнейшем в карьере Хантураева начнется происходить непонятные вещи. Мурад по каким-то причинам пропадает на год. Появляется сообщение о том, что он на разборке получил ножевую ранению. Позже появятся слухи о том, что против Хантураева возбужден уголовное дело. Но несмотря на все это, Мурад почти каждый год возвращается в октагон и радует фанатов своими победами. Мурад набрал много лишнего веса, но он все еще невероятно бьет ногами. Именно из-за такой дерзости Мурад покорил сердце многих фанатов. Последний бой Хантураева в ММА состоялся 17 декабря 2017 года. Но Мурад еще не повесил перчатки. Он 22 сентября 2019 года провел бой по правилам профессионального рукопашного боя. Он также активно участвует в развитии ММА в Узбекистане. В 2019 году в Узбекистане легализовали ММА. Президентом стал Атабик Умаров. А Мурад Хантураев стал его помощником. На этом карьера Мурода Хантураева не заканчивается. Недавно я приехал на тренировку Мурода Хантураева, чтобы лично спросить о его планах. Он продолжает тренироваться и держит себя в форме. Мурод тренировался где-то час, после тренировки он дал небольшое интервью. Главный вопрос. Снова начали заниматься. Многие интересуются. Будет еще бой? Ну, алханнуля, в хорошей форме. В то время мы хотим создать такую сильную команду. и мне бы хотелось участвовать в этой команде, быть в этой команде и показать себя на мировых аренах. Стараемся, тренируемся. И что еще сказать? Значит, возможно, бой будет, да? Невозможно, будет обязательно бой. В Узбекистане или за границей? За границей. Потому что у нас только открылась ассоциация смешанных единоборств. Спасибо нашему руководству, что очень так поддерживает нас, заботится о нашем здоровье, о наших победах. Мы тоже со своей стороны тренируемся и не подведем свою сторону, в первую очередь. Мы поднимем наш флаг и все будут стоя слышать наш гимн, нечего. На этом пока все. Подпишитесь на наш канал и посмотрите еще другие видео на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok